Пожар, случившийся на одной из улиц Солохаула два месяца назад, оставил без крова 9 человек. Причина возгорания – замыкание электропроводки. По словам соседей, огонь уничтожил дом всего за пару часов. Световой. Сверху загорелся, и люди выскочили, когда уже вверх плывал здесь. Ничего сделать не могли. Пожарно приехали, уже крыша обвалилась. Са 4-5. Может, раньше немножко. Я когда хотел, то весь дом был объятый. Ночью было. Света не было. Сгоревший дом был на двух хозяев, поэтому без крыши над головой в феврале остались сразу две семьи. Впрочем, администрация Лазаревского района оперативно предоставила погорельцам временное жилье в одной из гостиниц Догомыса. Вот в этом номере мы живем. Здесь нас поселили. Здесь ванна с туалетом. Ну, бакон. Вид на речку, на море. Ну, условия как бы нормальные. Нам дали три комнаты на нашу семью. Спасибо этому, потому что мы вообще бы на улице просто оказались. В то же время другую семью такие условия проживания не устроили, как, впрочем, и предложенной администрации помощь в восстановлении сгоревшего дома в Салахауле. Как оказалось, неработающей матери-одиночке нужна только собственная квартира, причем в городской черте. Однако в обращении к президенту она утверждает, что власти ей не предоставили даже временное жилье. Значит, я хочу попросить помощи кардинальной, потому что, поскольку я одинокая мать, мне уже 46 лет, у меня дети маленькие, 4 и 11 лет, то временное жилье мне вообще не нужно. Дайте нам квартиру, я вас очень прошу. Нам нужна квартира. Нам нужно жить в городе. То есть, у вас проживание в Салахауле, где вы жили, не устраивает? Если даже мы вам поможем восстановить жилье, то же самое не устраивает вас, да? Помогите нам с жильем в городе. Вы хотите только в городе, в Салахауле вас не устраивает? Между тем, по закону, взамен непригодного для проживания жилья, граждане могут предоставить жилое помещение по договору социального найма. Предоставление квартиры в собственность, тем более с выбором района места жительства, законом не предусмотрено. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.